К другим новостям. О проблемах инвалидов в России говорят в последнее время на всех уровнях. И чего же не исключение. В республике особое внимание уделяется созданию доступной среды и достойных условий жизни для людей с ограниченными возможностями. Действует специальная целевая программа и меры по поддержке инвалидов, в том числе и в их трудоустройстве. Сегодня на заседании кабинета министров говорили о том, что еще необходимо сделать в этом направлении. Законопроектом предлагается внести в статью 2 закона Чувашьей республики дополнение, предусматривающее установление код работодателям численности работников, которых составляет не менее 35 и не более чем 100 человек в размере 1,5% от средней списочной численности работников. Это будет 1 человек. На данный момент в республике более 2200 предприятий с численностью работников не менее 35 и не более 100 человек. Соответственно, после принятия закона появятся условия для трудоустройства более 2000 инвалидов. В стратегию социально-экономического развития Чуваши до 2020 года внесены изменения и в приоритетные направления развития. Инновационная политика, повышение эффективности агропромышленного комплекса, развитие строительного комплекса, развитие потенциала транспортной и инженерной инфраструктуры и других. Сейчас включены 22 перспективных проекта, которые будут реализовываться с общей суммой больше 300 миллиардов рублей. Один из самых больших проектов – это магистраль Москва-Казань-Екатеринбург. О деятельности Министерства сельского хозяйства республики отчитался заместитель председателя кабинета министров Чуваши Сергей Павлов. В своем докладе он отметил, что благодаря государственной поддержке удалось сохранить тенденцию роста сельскохозяйственного производства, который за последние три года составил 4%. А производительность труда в хозяйствах республики за последние три года увеличилась в 1,4 раза. В целом республике выполняется основное направление определенной доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации по обеспечению основными видами продовольственной продукции, потребляемой населением республики за счет собственного производства. Кроме того, Сергей Павлов отметил, что Чуваша является лидером среди субъектов России по объему кредитных ресурсов. Общий объем их за последние шесть лет составил свыше 15 миллиардов рублей. Льготными кредитами воспользовалась каждая третья семья, ведущая личное подсобное хозяйство. Причем многие из личных подсобных хозяйств затем сумели перерасти в более крупные производства. Михаил Игнатьев подтвердил, что государственная поддержка сельскому хозяйству будет сохранена. Что же касается полученных льготных кредитов, то если хостоваропроизводители республики находятся в числе лучших заемщиков.